Всем привет! Вы на канале АйМоделист и с вами я Виталий Новиков. И сразу же хочу вас поздравить с наступившим 2023 годом. Пожелать вам счастья, здоровья и успехов. Прошлый 2022 год я закончил обзором на новинку от фирмы «Звезда» российский бронеавтомобиль Тайфун ВДВ. И этот год начинаю с обзора новинки фирмы «Звезда». Немецкий основной танк Леопард 2А4. Также в 35 масштабе. Рекомендованная цена набора – 2700 рублей. Набор содержит Литники с деталями, Резиновые траки, Декаль, Инструкцию для сборки И схему окраски модели и нанесения декалей. Первый литник перед вами, а всего их три. И начну с нюанса, ну небольшого совсем. Литники эти фирмы «Италери» далекого, аж 1985 года. Со всеми вытекающими из 1985 года плюсами, а больше минусами, как я думаю. Итак, корпус танка выполнен целиком в почти одну деталь. Интерьера машины нет никакого, только экстерьер. Хочу отметить, прекрасно в пластике выполнены решетки. Задняя часть корпуса сделана отдельной деталью, но хоть что-то можно приклеить. Ванна корпуса также без заморочек дана в одну деталь. Литник с башней танка, с юбками, стволом, тросами. Вообще, эта модель очень напоминает ранние модели фирмы «Тамия». И по количеству, минимальному количеству деталей, так и по сборке. И по сборке я пока ничего по данному «Леопарду» сказать не могу. Ствол выполнен двумя половинами и очень просит быть замененным на металлический. Благо, они есть. К примеру, фирмы «Мэджик Модел». Ну и с ценником за 1000 рублей, так как ствол сложный в изготовлении. На юбке есть какая-то детализация. Тросы пластиковые. Отлиты вместе с коушами. Но зачем-то распилены на две части. Ну, какое-то странное решение. Зеркала заднего вида очень похожи на зеркала от нашего УАЗика. В пленке для метаций зеркал в наборе нет. А вот следы оттолкателей есть. Либо шпаклевать, ну, либо пленку искать. Быстро как время идет. Вроде только начал, а уже и последний лидник. Здесь у нас катки, балансиры, звезды, пулемет, шансовый инструмент. И самое приятное, что есть в этом наборе, это труба. Катки, на мой взгляд, очень простые. Как и на прототипе, так и на модели. Сравниваю по фотографиям, похоже. Пулемет МГ-3. Выполнен в одну деталь. Очень простенький. Дуло не просверлено. А вот шансовый инструмент отлит отдельными деталями, что очень даже и прекрасно. А вот это прикольная штука. Как я понимаю, эта труба крепится на люк башни и предназначена для преодоления водных преград. Четыре виниловых ленты траков. Очень устаревшая технология на данный момент. Лучше поменять эти траки. Если же вдруг захотите поставить их, то обратите внимание на следы толкателей, которые в видимых местах нужно будет сточить, убрать. Декаль. Лист небольшого размера. Здесь у нас опознавательные знаки на 6 вариантов окраски. Инструкция для сборки. Я давно таких не встречал. Вот теперь снова свиделись. Здравствуйте. Черно-белая реликвия. Переворачиваем страницу. Опа. А там еще одна страница вложена с содержимым набора. Ну а так, просто шаги сборки. Причем совсем не подробные. Ну как в 1985 году примерно. Самая приятная часть инструкции – это схема окраски модели и нанесения декалей. Она цветная. Шесть вариантов, как я уже и озвучил. И первый из них – вооруженные силы Турции. 2016 год. Вариант номер два. Все аналогично первому варианту. Третий – вооруженные силы Германии. 1988 год. Четвертый – ВС Швейцарии. Исторический парад 2006 года. Пятый вариант – ВС Испании. 1995 год. И заключительный – вооруженные силы Польши. 2012 год. И на этом расчет окончен. В итоге, если вы фанат звезды, итальери и леопарда в придачу, то эта модель, несомненно, ваша. И приобрести вы ее можете на нашем сайте. Ну, извините, что так коротенько вышло. Но, как по мне кажется, этого достаточно. Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев в комментариях к видео. До скорой встречи. Ваш я, моделист. И я, Виталий Новиков. И хороших вам сборок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok